У меня два вопроса. Первый вопрос, как вы оцениваете рынок Юго-Восточной Азии в Силам и в Вьетнаме участвовать? Мы видим, что рынок в целом Юго-Восточной Азии растет, и вертолеты там востребованы. И в 2018 году, понимая это, мы делали демо-тур по четырем странам Юго-Восточной Азии. Сначала начали Китай, а потом пошли в Вьетнам, Лаос и Малайзия. Поэтому у нас сегодня мы видим интерес, наверное, если бы не пандемия, мы видели и продолжается интерес со стороны малайзийских компаний приобретения. У нас после термотуры две машины работают в Индонезии в качестве дежурья на пожаротушении. Мы считаем, что это тестовая история, которая может развиться уже потом в покупку дополнительных вертолётов. Так что, несмотря на пандемию, мы видим какие-то демо от малайзии, от Малайзии, от Индонезии. И после этого велосипеда, мы отправили два наших элликоптера в Индонезию, когда они на активном востребовании. И мы считаем, что это как пилот-проект, и если и когда это будет успешно, мы считаем, что будет демо демо для более элликоптеров. Если что касается Вьетнама, то в Вьетнаме работают российские вертолёты, как гражданские, так и военные. Так что, в Вьетнаме, русские элликоптеры работают в Вьетнаме, как и военные и военные? Мы предлагаем нашим вьетнамским партнёрам и предлагали и покупку вертолётов Фонсад. Мы проводили переговоры с компанией Вьетсов Петро, которые находятся во Вьетнаме, и с VH Helicopters, это компания с южного и северного Вьетнама есть. То есть пока, к сожалению, мы не получили коммерческих запросов. Более активные министерства обороны в этих вопросах мы готовы поставить гражданский петербург. Как вы оцениваете работу в Вьетнаме сервисного центра МИ в Вьетнаме который ремонтируют в Вьетнаме для его последней армии? Вторая вопрос. Как вы оцениваете операцию хелли-тех-мейнтенса для ми-хеликоптеров, который работает в Вьетнаме и в Северо-Азии? Это коммерческое предприятие, оно зарабатывает прибыль, поэтому если оно прибыльное, значит, работает хорошо. Ну, первое, это коммерческая предприятие, и для того, чтобы сделать гражданский петербург. И если они сделают гражданский петербург, то это значит, что все будет хорошо. Спасибо большое. Андрей Иванович, извините, я хочу немного продолжить вьетнамскую тему. Дмитрий Шарков, спутник Вьетнам. Недавно в Вьетнаме был официально амалогирован Ми-171А2, с чем я поздравляю холдинг вернолета России. Сможет ли это помочь проникновению на этот рынок в перспективе, конечно, только что представленного шельфового вертолета Ми-171А3? Машины, несомненно, интересны для любой морской страны, и тем более для страны, занимающейся добычей полезных ископаемых на шельфе. Или придется всю процедуру проходить заново, как на новую модель? Я хочу продолжить вопрос Вьетнама. Я представляю пульник Вьетнама. И моя вопросова, мы слышали, что МИ-171А2 был лицензен в Вьетнам, поэтому мы поздравляем с этим. Но я бы хотел спросить о следующем модуле, который является МИ-171А3, которая в офссорной версии. Как вы думаете, что проспекты таких геликоптеров в стране, который активно использует Сибет, который активно минает для офссорных ресурсов? И что касается регистрационного процесса? Мы должны получить новые лицензии для этого? В первую очередь, что геликоптеры разработаны и производятся в Российской Федерации, то на то есть российские авиационные власти. Поэтому как российские авиационные власти проведут сертификацию, по такому пути мы будем дальше идти в мире. Поэтому это будет зависеть на процессе сертификации, который будет происходить здесь, который будет выполнен и с этим моментом это будет происходить и будет происходить в мире. Продолжение следует...